доброго времени суток дорогие мои гости подписчики моего канала на ю тубе а также участники моей закрытой группы меня зовут светлана я вас сегодня приветствую на своем новом мастер-классе по вязанию вот таких вот симпатичных осьминожек это мочалка рукавичка и в то же время развивающая игрушка из во время купания ваш ребенок может не только играться с мочалкой но и также изучать цвета мочалка достаточно комфортная и для взрослой руки и для детской мастер-класс очень подробный все подробно рассказываю все показываю привожу примеры поэтому мастер-класс подходит даже для начинающих рукодельниц если что вам конечно же будет нужно знать азы вязания крючком если вы никогда не вязали вытянутые петли то на моем канале ю тубе есть плейлист который называется мои видео уроки пожалуйста заходите смотрите там несколько способов вязания вытянутой петли выбирайте более удобные комфортные для вас и пожалуйста вяжите само мастер-классе я тоже как бы вначале показываю как я вижу вытянутую петлю но есть и другие способы которые возможно для вас будут более скажем так удобны так но на этом я водную часть заканчиваю девчонки давайте приступать к вязанию меньше болтовни больше дела для вязания нам понадобится в первую очередь ниточки для нашей основы это вот такой телесный цвет для глазок мы будем использовать черный и белый белый и черный вы также можете использовать для щупалец также для щупалец пойдут у меня вот такие разноцветные ниточки можете использовать даже остатки не так какие вот у вас есть вот все что есть можете все использовать вот такие вот цвета бирюзовый желтый зеленый такой красный у меня есть это все вот у меня для щупалец основной крючок для вязания нас будет номер три с половиной для того чтобы убирать ниточки нам понадобится крючок меньшего размера либо иголочка с тупым концом с таким большим ушком у кого есть используйте ее мне 1 пустим иголочкой намного удобнее ниточки убирать также нам нужно будут ножницы чтобы нитки обрезать один маркер чтобы помечать начало ряда я буду пользоваться счетчиком рядов если у вас нету то будете ориентироваться на глаз либо как-то по-другому считать так ну и все давайте приступать берем крючок номер три с половиной и нашу основной цвет так я взяла ниточку из серединки вот смотрите это мой вот просто совет вам оставляйте хвостик вот этот вот длинным для того чтобы мы могли сделать вот такую петельку я покажу потом как это сделать но вот мой совет оставьте хвостик по длине и далее оставили хвостик длинным на камеру посту не помещается ну понимаете даже длинный хвостик далее делаем колечко амигуруми и теперь вот в колечко вводим крючок и провязываем нашу первую петельку и и затягиваем далее колечко нужно провязать 6 столбиков без накида я первую петельку помечаю так как когда мы начинаем затягивать колечко и наша первая петелька тоже начинает затягиваться и поэтому просто чисто для удобства я помечу одеваю на нее маркер так 3 4 5 и 6 затягиваем колечко далее снимаю маркер и вот в первую петельку провязываю соединительную 1 воздушная вот этот хвостик мы убираем назад мы его не ввязываем вязание девчонки теперь вот в эту петельку в котором мы провязывали соединительную вот в нее надо провязать две вытянутые петли вот смотрите вот так сейчас поближе сделаем так мутно конечно но по крайней мере видно вот в петельку куда мы делали соединительную петлю вводим крючок захватываем ниточку вытянули формируем вытянутую петлю вот таким образом прижимаем крючком и в эту же петельку вводим крючок вытягиваем ниточку 3 петли на крючке мы провязываем вместе и сейчас я эту петельку помечаю как первое далее в эту же петельку вводим крючок захватываем ниточку вытянули формируем вытянутую петлю прижимаем ее крючком в эту же петельку вводим крючок захватываем ниточку вытянули 3 петельки на крючке мы провязываем вместе далее также в следующую петлю теперь также нужно провязать две вытянутые петли и в этом ряду у вас будет 12 вытянутых петель запуталась это же вторую так и вот так до конца ряд девчонки так вот я провязала 12 вытянутую петлю теперь смотрите мы сейчас с вами перейдем на круговое как все называют спиральное вязание то есть это вязание без соединительной петельки вот теперь снимаем маркер и в эту же петельку где был маркер провязываем сразу же вытянутую петлю провязали так и и сразу помечаю как первую в эту петельку мы провязали одну вытянутую петлю следующие провязываем 2 то есть в этом ряду у нас идут прибавление через одну петлю в одну петлю одна вытянутая петля следующие 2 вытянутые петли и общее количество вытянутых петель у вас должно получиться 18 я все показывать абсолютно не буду сейчас вот я объясню и следом выйдет таблица расписаны по рядам вам было удобно чтобы могли ориентироваться вот сейчас этот ряд вяжем прибавление через одну петлю потом будут прибавление через две петли и вам нужно будет чтобы у вас по кругу было 42 петли так надеюсь это понятно когда будет у вас по кругу 42 петли я к вам вернусь и объясню уже дальше что делать я закончила ряд у меня по кругу 42 петли и на этом пока мы с вами остановимся я предлагаю прямо сейчас пока это будет удобно сделать свяжем вот такую петельку на макушке так находим самую самую серединку вот она так вот наша ниточка вводим крючок захватываем ниточку и вытягиваем ее наружу так я возьму крючок поменьше просто так чтобы было удобно вот смотрите вот мы вытянули петельку и вот как бы столбик идет вводим крючок вот таким образом вот видно надеюсь вам сейчас подальше вот у нас идет здесь как петельки вязали на съезде столбик такой вводим крючок захват в нашу ниточку вот таким образом и теперь просто начинаем вязать воздушные петли 1 2 3 вяжите столько сколько вам нужно 45 так вот я крючком 060 провязала 30 воздушных петель вы можете также крючком номер три с половиной смотрите просто так вот берете и прикладываете вот устроить вас для на петельки либо нет можно даже поменьше взять потому что она немножко потом под растянется когда будет висеть далее что делаем так вот у нас здесь мы присоединяюсь вот мы отсюда начинали вязать и прям вот напротив вот на про здесь начинали вот напротив вводим крючок и провязываем соединительную петельку провязали здесь смотрим чтобы мы не захватили случайно какой петлю так под затягиваем и теперь выводим на изнаночную сторону вот в эту жуку видите да все теперь ниточку надо спрятать прячьте любым удобным для вас способом все наши петелька с вами готова вот такая аккуратненькая я ее не обвязываю столбиками без накида по одной простой причине все таки мы будем мочатку пользоваться вот мы будем ее вот так вот одевать пользоваться и чтобы вот эта петелька нам не мешала и все таки она предназначена для детей не мешал и не царапал детскую кожу вот она такая будет мягонькая у нас такая петелька аккуратненькая так далее ниточки прячете убираете все вот этот ниточку хвостик убираете далее по кругу вот у нас здесь 42 вытянутые петли нужно будет провязать без прибавлений как есть 42 вытянутые петли я провязала 30 рядов вот 30 рядов у меня получилась вот такая основа по размеру она мне вот так вот я не стала слишком длинную вязать принципе даже так вот ее достаточно удобно если вот мама будет ребенком это принципе все равно удобно если ребенок сам будет учиться мыться то конечно для его ручки прямо самый идеальный размер по высоте получилось у меня 18 сантиметров вот полностью вся основа от макушки до стола получается до самого низа 18 сантиметров если вы хотите больше значит вы провязываете не 30 рядов а больше там уже ориентируйтесь на свой размер так девчонки здесь все понятно провязываем необходимое вам количество рядов вытянутыми петлями без прибавлений еще раз напоминаю что я провязываю 30 рядов вы вяжете как вам нужно вот я провязала 30 рядов дошла до маркера теперь смотрите снимаем маркер и в эту петельку в которой был маркер я провязываю соединительную провязала 1 воздушная и в эту же в эту же петельку вяжу столбик без накида эту петельку я помечаю как первую чтобы не не потерять далее я буду вязать по кругу теперь столбики без накида это мы обязываем нашу основу так провяжите до конца ряда затем в эту же петельку который мы пометили маркером вы сделайте также соединительную петельку как уже показывала и в эту же петельку провяжите также столбик без накида и будете вязать второй ряд столбиков без накида затем провяжите второй ряд в эту же петельку сделайте соединительную одну воздушную вытягиваете ниточку чтобы вам было удобно ее прятать что не слишком короткая была вот все ниточку обрезаете и убираете то есть вот два ряда нужно будет обвязать столбиками без накида и вот я ниточку вот сделать здесь соединительную и все и теперь вот эта ниточку я буду убирать и здесь тоже самое так но это все понятно уже все девчонки обвязываем сейчас нам нужно будет связать вот такие глазки я показывать не буду потому что принципах вязания такой же как и мы макушку начинали вязать тоже все сам то же самое только единственное что здесь у нас вытянутые петли также в кольцо набираем 6 столбиков без накида делаем кольцо на гуруми вяжем 6 столбиков без накида в кольцо затягиваем ниточку далее делаем соединительную вяжем второй ряд прибавление делаю в каждом ряду столбики без накида вяжем далее третий ряд мы меняем цвет уже на белый нет и провязываем 18 столбиков без накида это у нас прибавление через одну петлю все провязали сделали соединительную нет петельку и оставляем хвостик подлиннее девочки потому что этим хвостиком как раз будем потом наши глазки пришивать я делаю сделал такую такую галочку на глазике вы хотите делать и хотите нет для тех кто будет делать я просто как бы начало покажу вот я взяла такой бирюзовый цвет ниточки у меня вот иголочка есть широким ушком она тупая такая иголочка и начинаем вот я в серединку ввожу оставляя хвостик здесь чтобы потом привязывать и вот вот заканчивается черные вот сюда и вот таким образом потом вот следующие видите петельку ввела и также в серединку так провязывается столько сколько вам нужно два три раза я вот по три раза сделаю второй внутри внутри в еще еще надо будет это вот смотрите на свое усмотрение сколько вам надо все хватит и теперь эти хвостики связываем второй и третий узелок все теперь вот эти глазки надо будет вот сюда пришить выше ниже это вот как вы хотите вот единство что между ними слишком широкое расстояние вот вот так вот не делайте мне кажется некрасиво поближе друг другу но не совсем близко это между ними три петли должно быть 3 4 петельки но пришить вы сами пришить стаж не на камеру пришивать неудобно сейчас я за камерой пришли покажу как это будет выглядеть так вот глазки не пришила вот первый я пришила здесь вот так вот сын мне сказал что слишком низко и я пришила вот уже здесь повыше вот девочки напишите мне в комментариях вот как лучше когда глазки повыше либо пониже мне еще интерес послушайте ваше мнение как вы считаете так сейчас мы будем приступать с вами к вязанию уже наших щупалец для этого нам понадобится как раз вот разноцветные наши ниточки так вот я щупалец и девчонки началась уже вязать давайте с вами сейчас вот их измерим вот длина щупальца одно и меня неудобно конечно но они 14 с половиной сантиметров вот от края и вот просто вот в таком свободном положении лежат вот 14 с половиной сантиметров так вот они у нас выглядят вижу я их через три петли то есть между щупальцами у меня здесь три петельки давайте вам покажу как будем их вязать так вот отсчитываем 1 2 3 и вот в четвертую за заднюю полупетельку беру протягиваю ниточку и ее привязываю теперь полностью за всю петельку захватываю так вот за всю петельку беру провязываю воздушную петельку и в эту же петлю провязываю столбик без накида 1 следующую петельку провязываем столбик без накида 2 и в следующую 3 провязала теперь набираем я набираю 40 воздушных петель вот 40 воздушных петель если набрать то у нас будет 14 половиной сантиметров длина вот этой щупальцы если вы хотите покороче значит меньше петель набираете хотите подлиннее значит больше но вот на такой размер на длину 14 половиной сантиметров я набирала 40 воздушных петель 1 2 3 вот я набрала 40 воздушных петель теперь набираю еще 3 воздушные петли на подъем 1 2 3 1 накид и в четвертую петельку воздушную петельку от крючка 1 2 3 идет в четвертую вводим крючок вытягиваем нить провязываем только первую петельку накид не трогаем провязали теперь снова накидываем ниточку на крючок провязываем теперь накид и 2 петельки на крючке так что давайте приближе поближе покажу накид в эту же петельку вводим крючок захватываем нить провязываем вот эту петельку на крючке 1 провязали теперь снова накид на крючок и провязываем петельку и накид провязали 2 петельки на крючке теперь провязываем вместе каких-то источниках я видел что это называется патентный столбик по моему так так здесь у нас получилось вместе с тремя воздушными петлями на подъем который мы вязали 3 столбика с накидом теперь следующую петлю мы провязываем также 3 столбика с накидом патентных столбика либо вы можете вязать столбики с двумя накидами двумя накидами но я хочу именно так вот накид следующую петельку вводим крючок захватываем ниточку провязываем только вот эту петельку накид не трогаем провязали теперь захватываем снова захват ниточку провязываем накид и теперь две петельки на крючке накид в эту же петельку вводим крючок захватываем ниточку провязываем вот эту первую петельку нашим без накида провязали захватываем ниточку и провязываем теперь накид и 2 теперь две петельки на крючке и еще один столбик с накидом накид и в эту же петельку провязываем третий наш столбик сначала первую петельку на крючке теперь вместе с накидом и теперь две петельки на крючке давайте еще раз покажу и потом до конца ряда вы будете уже делать это самостоятельно накид следующую петельку вводим крючок провязываем вытягиваем ниточку и вот эту первую петельку провязываем теперь провязываем накид и 2 петельки на крючке накид в эту же петельку вводим крючок вытягиваем ниточку вот эту петельку 1 наша провязываем захват снова накид на крючок ниточку накидом на крючок и провязываем и петельку и накид вместе провязали и теперь две петельки на крючке мы провязываем их вместе и в эту же петлю мы провязываем 3 наш столбик с накидом или патентный столбик так называем там не знаю правда как правильно называется по моему так и вот таким образом вы провязываете по всей цепочке до конца ряда когда до конца ряда провяжите там я уже туда с вами встречусь в принципе здесь ничего сложного нет вы можете вязать либо так как я вам сейчас показала то есть вот этот патентный столбик либо вы можете делать просто столбик с накидом либо столбик с двумя накидами и это вот только на ваше усмотрение но вот таким способом который я вам показала вот они вот такие получается у нас щупальца так девочки провязываем до конца ряда и потом я вам покажу как дальше вот я довязала до конца теперь смотрите я разворачиваю вот так вот наше вязание таким образом и в первую петельку провязываем соединительную петлю 1 воздушная ниточку вытягиваю обрезаю все теперь вот эти ниточки наши хвостики нужно будет спрятать вязание все вот еще одна щупальца наша практически готова и вот таким образом надо будет вязать по кругу вам не обязательно вязать через три петли не обязательно вязать через вот хотите через 2 хотите через 4 вот как хотите вяжите я вот через три так все вяжем щупальца по кругу пока не заполним все вот это наше пространство так вот осьминожек у меня один готов это повязали через три петли и у меня здесь 7 щупалец получилось так вот у меня второй осьминожек готов вот такой вот он у меня здесь я девочки вязала через щупальца через две петли и в только в конце у меня получилось как бы немножко не помещалась и я здесь сделала через одну петлю вот буквально две щупальца вот провязала через одну петлю и общее количество у меня получилось 9 штук сколько какое количество вам вязать это уже только на ваше усмотрение ну вот для примера вот я вам просто вот это все показываю для пример чтобы вы понимали как это все выглядит когда вот здесь вот 9 щупалец здесь у меня вот 7 я уже говорила вот такие у нас осьминожки с вами получились я надеюсь что вам мой мастер-класс понравился что вам все было понятно кто не подписан на канал на мой канал youtube и пожалуйста подписывайтесь чтобы жмите на колокольчик чтобы не пропустить мои новые мастер-классы я желаю свою очередь вам легких и огромных петелек чтобы у вас все получалось первого раза чтобы ниточки не путали чтобы все было замечательно и хорошо и конечно же я желаю вам клиентов я желаю вам покупателей чтобы ваш труд всегда оплачивался но на этом я с вами прощаюсь но ненадолго до нового мастер-класса всего доброго и до свидания но